Анания на Регаци, о помыслах. Прежде всего, заботься о чистоте помыслов твоих, о чем говорит и пророк, Господь прославлен в помыслах святых своих. Псалом 88, 8 стих. Как слуга ждет приказа своего хозяина, так и все органы чувств управляются с помощью мыслей, ибо добрые сначала промышляют, а потом творят. И, как говорит пророк, вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь. Псалом 7, 15 стих. И прежде в мыслях любят, а потом награждают. Как душа Иовнатана привязалась к Давиду, и потом он, сняв свою одежду, подарил ему. Также сначала мыслями ненавидят, а потом убивают. Как и братья Иосифа сначала возненавидели его, а потом продали в рабство. И поскольку все чувства действуют через помыслы, ты всеми силами старайся и очисти свои мысли от всех невидимых душевных болезней. И более всего остерегайся блудных помыслов, о которых и говорит Господь, что прелюбодействовал в сердце своем. Евангелие от Матфея, 5 глава, 28 стих. И будь осторожен, увидя и услыша их, ибо слышанная и виденная дверь для мыслей. Об этом говорит апостол, что блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже уименоваться у вас, как прилично святым. Послание к Ефесиным, 5 глава, 3 стих. Это как если кто-то голоден и предал забвению голод, но когда увидел обильный стол, голод возбудился и заставил поесть. Так же, когда человек жаждет и подавил жажду, но увидел родник чистой воды, и жажда возбудилась в нем, заставив пить, так и желание у человека, которое при подавлении не беспокоит его. Но как увидит человек красивое лицо или услышит блудные песни, тогда желание восплеменится и заставит крешить. Поэтому ты ограждай свои глаза и уши, чтобы не возносилась против тебя война помыслов. И как орел, который, летая и видя пищу в капкане, спускается со всей своей силой забрать наживку, а кончик когтя застревает в капкане, и из-за этой маленькой части вся его сила оскудевает. Так бывает и с человеком, который мог предаться страстям из-за одного взгляда. И еще, если хочешь преодолеть блудные помыслы, откажись от обильной еды и питья. Об этом говорит пророк Иеремия. Я насыщал их, а они прелюбодействовали и толпами ходили в дома блудниц. Иеремия, 5 глава, 7 стих. Причиной скверных помыслов может стать злословие на брата, сплетни или гордыня. Тогда Господь Христос попускает помыслы напасть на тебя и помутить разум. А когда бываешь смиренным, кротким, миротворцем, человеколюбивым, милостивым, тогда изгоняются скверные мысли, и разум твой просветляется. Причина скверных помыслов также в лении к молитве и к работе. Когда отдаешься сну и отдыху, тогда сатана плевелый помыслов сеет в твоем сердце и омрачает разум. А когда бываешь бодрым, трезвым, молитвенным и благоразумным, тогда скверные помыслы изгоняются, а разум просветляется. Когда приходят помыслы, ты бойся, борись, кайся, исповедуйся, чтоб не привыкал к ним, а побеждал. Об этом, говорит апостол, не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла, 10 глава, 4 и 5 стихи. Как вор, имея в своем вооружении тьму и приходя воровать, убегает, когда приносят свет и освещают, так и сатана, как вор, ослабляет тебя, увидев твой разум помраченным. Но ты зажги свет Христов в твоем разуме, и дьявол будет изгнан, а разум твой осветится, ибо, как Христос сказал, я свет миру. Не пускай блудные помыслы даже на малое время оставаться в тебе. Помни страшные слова Господа, прелюбодействовал в сердце своем. И как прежде, чем враг нападет, город окружают стенами, так и ты окружай разум свой молитвой, постом и слезами. Бог увидит твои старания и осветит твой разум. Не считай помыслы малыми грехами, ибо гордыня, зависть и ненависть именно в мыслях бывают и большие грехи. И как когда враг еще далек от крепости, и можно легко сопротивляться ему, а когда войдет в крепость, трудно будет его оттуда выгнать. Так и ты. Пока война помыслов далеко от крепости твоего разума, остерегайся ее. А когда нападет и захватит твою крепость, тогда причинит тебе еще больше скорби. Поэтому ты мужайся и держи свои помыслы всегда богоугодными, чтобы стать храмом для Святого Духа. Ибо достойна ему слава, господство и честь во веки веков. Аминь.